МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убрали 5 километров береговой зоны за один день. На территории водохранилища прошел субботник. Территорию сегодня приведем в порядок, для того, чтобы здесь можно было и отдыхать. В Альметьевске определились с площадками, где пройдет забой жертвенных животных в Курбан-Байрам. А в мечетях готовятся к приходу верующих. Как пройдет мусульманский праздник? В этом году онлайн-сопровождение полностью праздничного намаза Курбан-Байрама будет. Дистанционное обучение отменяется. В новом учебном году школы начнут работать в прежнем режиме. Но ряд изменений все же есть. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей. Об этом и других событиях расскажем в сегодняшнем выпуске. В эфире новости Альметьевска в студии Татьяны Леонтьева. В Альметьевске продолжается ремонт нескольких социальных объектов. В музыкальной школе рабочие выполнили демонтаж потолков, дверей разобрали, кирпичные перегородки, установили окна, выровняли стены, сделали стяжку пола, установили радиаторы отопления. На объекте завершили кровельные работы. Сейчас выполняют установку металлического каркаса под подвесные потолки. Ход работы оценил глава района Тимур Нагуманов. В колледже физической культуры тоже продолжается капремонт. Идет ремонт учебного корпуса и общежития. Там заменили инженерные сети, обновили кровлю, окна, двери, пол и сантехнику. На данный момент ведутся внутренние отделочные работы. Сдать объект планируют к 20 августа. К отделке приступили и в здании детской библиотеки имени Тукая, расположенной по улице Тельмана. Капитальный ремонт был начат в конце апреля текущего года. Ожидается, что после ремонта учреждение станет современным информационно-культурным и коммуникационным центром. Члены комиссии проехали и в строящуюся инженерную школу, узнали, как идут работы и обсудили благоустройство прилегающей территории. На водохранилище в Альмитевске провели субботник. Прибрежную зону очистили от мусора и скосили траву. Также к празднику Курбан-Байрам убрали территорию, где будет организована продажа жертвенных животных. Подробности далее. Шум триммеров слышен на водохранилище с самого утра. Территорию очищают от сухостоя и высокой травы рядом с пешеходными дорожками и на берегу. На другой стороне водохранилища собирают мусор. Загрязняют берег сами жители, которые приезжают отдохнуть рядом с водоемом. Тех, кого ловят на месте, штрафуют. В других случаях остатки былого веселья приходится убирать сотрудникам городского управления автодорог. Именно за ними закреплена часть, прилегающая к водохранилищу зоны. Однако есть и бесхозные участки. Здесь рабочей силой помогают сотрудники управляющих компаний города. Сегодня очистили всю береговую зону водохранилища. Его протяженность около пяти километров. Мы вышли на уборку, на покос, и техника сегодня работает. Поэтому мы эту территорию сегодня приведем в порядок, для того, чтобы здесь можно было и отдыхать, и прогуливаться в вечернее время. Уборка прибрежной зоны водохранилища проводится регулярно. Но в этот раз появился дополнительный повод прибраться. В эту пятницу, 31 июля, состоится праздник Курбан-Байрам. Рядом с водоемом на территории экстрим-парка будет организована точка продажи жертвенных животных. Здесь тоже убрали мусор и скосили траву. К теме праздника еще вернемся в продолжении выпуска, а пока к другим новостям. В Альметьевске выявили два новых случая заражения. Итого, за время пандемии коронавируса в нашем городе COVID-19 был подтвержден у 61 человека. По республике за минувший день COVID-19 подтвердился у 32 жителей. Все случаи являются контактными. 13 человек находятся под наблюдением медиков, 19 лечатся дома. За все время пандемии в Татарстане зафиксирован 5501 случай коронавирусной инфекции. Сегодня глава района Тимур Нагуманов вышел в прямой эфир, где рассказал о главных событиях в городе и республике и ответил на вопросы подписчиков. С 1 августа увеличат пенсии работавших в 2019 году пенсионеров. Новая выплата будет зависеть от размера заработной платы пенсионера. В отличие от традиционных индексаций, при которых размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера. Соответственно, чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Перерасчет страховых пенсий получат по Татарстану 285 тысяч пенсионеров. На эти цели из бюджета пенсионного фонда уже предусмотрено порядка 55 миллионов рублей. Поэтому, уважаемые пенсионеры, хорошая новость, как я уже сказал, с 1 августа ждите перерасчета. По каким-то вопросам, уточнениям и подробностям вы можете обращаться в управление пенсионного фонда Российской Федерации на территории Альметьевская. И еще информация. Заплатить имущественные налоги можно уже сейчас. Это касается у собственников недвижимости, транспорта и земельных участков. Обязанность уплатить налоги возникает с даты получения уведомления. Но уплатить налоги можно и досрочно. Сделать это легко в форме единого налогового платежа – аналог электронного кошелька, куда налогоплательщик может перечислить деньги. Совершить единый налоговый платеж можно, воспользовавшись сервисами уплаты налогов, страховых взносов, физических лиц, либо через личный кабинет налогоплательщика. Рассчитать сумму платежа помогут онлайн-сервисы на сайте ФНС России. Более подробную информацию можно получить в любом налоговом органе, а также по телефону единого контакт-центра. Это еще не все новости. Смотрите во второй части выпуска. В Альметьевске определились с площадками, на которых пройдет забой жертвенных животных Курбан-Байрам. А в мечетях готовятся к приходу верующих, как пройдет мусульманский праздник. Дистанционное обучение не планируется. В новом учебном году школы начнут работать в прежнем режиме. Но ряд изменений все же есть. Министр просвещения России рассказал, как начнется новый учебный год в школах. Дистанционное обучение в новом учебном году не планируется. Ожидается, что с 1 сентября все школы начнут работать в обычном режиме. А в день знаний пройдут традиционные линейки. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что подготовка к новому учебному году идет полным ходом. Он также выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка позволит организовать праздничные линейки в школах 1 сентября. Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей. По словам главы ведомства, учебный год начнется с проведения диагностики знаний учащихся. Проверка поможет обнаружить пробелы в знаниях и оказать методическую помощь. Он отметил, что оцениваться эти работы не будут. Также министр проинформировал, что с 1 сентября классным руководителям будут выплачиваться ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Кроме того, с нового учебного года начинается проект по обеспечению учащихся начальных классов горячим питанием. В Альметьевске выбраны места, где будет происходить забой жертвенных животных на Курбан-Байрам. Животные из местных фермерских хозяйств уже прошли ветеринарный контроль. Заявки на реализацию продукции подали более 10 хозяйств района. В ветеринарном объединении состоялась встреча с поставщиками жертвенных животных на Курбан-Байрам. Местные хозяйства уже прошли все необходимые обследования. В праздник на точке продажи будут работать более 10 альметьевских фермеров. Реализовать свою продукцию смогут и продавцы из других районов республики, имеющие на руках необходимые ветеринарные заключения. Приобрести животных верующие смогут непосредственно в хозяйствах и на территории экстрим-парка. Но забой в этом году там производиться не будет. При входе проверки документации, соответствующей ветеринарной сопротивления документов, обработка всех автотранспорта при въезде и выезде, соответственно все люди, которые зайдут реализовать и покупать, соответственно будут в перчатках и в масках. И накопление людей будут контролировать, естественно, сотрудники полиции. Одна из площадок для забоя животных в городе находится по адресу Тухватулина 2Г. Сделать это можно будет и в фермерских хозяйствах. В городе будут открыты пункты сбора биологических отходов. Также после праздника площадки будут дезинфицированы. В мечетях в этот день пройдут праздничные намазы. Там, где есть возможность, молитвы будут начинать на улице. Верующие должны будут соблюдать социальную дистанцию, что приведет к сокращению количества участников. Если в предыдущие годы центральная мечеть в Альметьевске смогла вместить около 2000 прихожан, то в этом году предполагается, что эта цифра сократится вдвое. В этом году онлайн сопровождение полностью праздничного намаза Курбан-Байрама будет. С трех часов до полчетвертого будет онлайн трансляции. Прямо эфиры будут также вестись. Те, которые не могут участвовать, они могут участвовать уже онлайн. Внутри мечети и на уличных площадках, где будет проходить чтение намаза, проведут дезинфекцию. Обработка пройдет до и после визита верующих. Тимур Туманов, Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. Праздник отметят уже в эту пятницу, 31 июля. В Татарстане этот день станет дополнительным выходным. Рабочий день четверга 30 июля сократится на один час. И в завершении выпуска в Альметьевске состоится конкурс «Автоледи-2020». Конкурс водительского мастерства среди женщин состоится в Альметьевске 10 августа. К участию в конкурсе приглашают женщин-автолюбительниц. Ежегодно конкурс «Автоледи» проводится для повышения водительского мастерства, профилактики ДТП и выявления женщины-водителя, которая может стать примером для подражания другим участникам дорожного движения. В августе в Альметьевске пройдет муниципальный этап конкурса. Традиционно победители из районов участвуют затем в республиканском состязании. Конкурс проводится отделом ГИБДД, отдела МВД России по Альметьевскому району и отделом профилактики территориального управления ГБУ «Безопасность дорожного движения». Для участия в конкурсе приглашаются все желающие женщины-автолюбительницы. Справки можно получить в отделе ГИБДД. А теперь информация от синоптиков. 29 июля в Альметьевске будет солнечно. Ночью и утром обещают туман. Осадки не ожидаются. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, днем плюс 26. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Смотреть наши новости можно не только по телевизору. Альметьевск ТВ есть во всех социальных сетях. Кроме этого, вы можете подписаться на наш телеграм-канал. А в инстаграм и вконтакте в 19 часов новости выходят в прямом эфире. Чтобы не пропустить, подпишитесь на оповещения в группах. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова